Ненужные вещи, любимые книги и даже рассада. Всё это ученики среднего звена продавали на благотворительной ярмарке. У старшеклассников было особое задание – организовать фотозону и провести чемпионат по настольным играм. Есть уличные музыканты, есть настольные игры, есть беспроигрышная лотерея. Задействован абсолютно весь лицей, мы его называем такой «добрый муравейник». Мы надеемся, что этим муравейникам мы поможем кому-то. Организовали ярмарку ученики 10-го класса. Целых два месяца они придумывали задания, украшали лицей и писали сценарий для аукциона. В целом, я считаю, что это очень важное мероприятие, потому что мы все должны помогать нуждающимся. И такие мероприятия, они сплочают не только класс-организатор во имя большого дела, которое делаем для всей школы, но и ребят, которые участвуют как продавцы. В этом году на все вырученные средства купят товары и отправят их в благотворительную организацию «Альтернатива». Она помогает детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным и малообеспеченным семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также детям с инвалидностью и ОВЗ. По-моему, самое большое, сколько мы собрали, это было больше 200 тысяч рублей. Это были 15-16 год, и мы построили, весь класс-организатор на эти деньги построил совместно с колледжем строительным площадку в туберкулезной больнице. Главное событие ярмарки – аукцион. Каждый лот – ручная работа. 70 работ от вязаных шалей до кремовых тортов ушли с молотка за полтора часа торгов. Организаторы смогли заработать рекордную сумму – больше 206 тысяч рублей. Девиз ярмарки «Творить добро» доказали на практике. В следующем году лицеисты планируют собрать еще больше средств на благотворительность. Екатерина Саровацкая, София Филипова и Игорь Стетенко. Новости сейчас.